Практически через месяц после исторического парада на Красной площади, 5 декабря 1941 года, Красная Армия перешла в успешное контрнаступление. Прямая угроза столицы была ликвидирована, и всё благодаря беззаветной преданности и мужеству каждого из защитников Москвы, среди которых были и бойцы отряда Георгия Глокова. Отряд 24 человека под его командованием против 800 немецких солдат. Это практически три эшелона. Бой проходил в течение 7,5 часов. Начался он утром, если я не ошибаюсь, в 7 утра. В общем, снаряды закончились, гранаты закончились. У каждого из бойца оставалось по 10-15 патронов. И дедушка, воодушевляя своих бойцов, отпускал фашистов на 150 метров и просто расстреливали их в упор. Вот таким образом они держали оборону. Битва за Москву, которая длилась 203 дня, закончилась 20 апреля 1942 года победой Красной Армии. И Москва – это первый бастион. Это тот момент невозврата, после которого, я уверен, война стала катиться в сторону победы нашей страны. Потом был Сталинград, Курская дуга. Там сломали хребет уже. Вы знаете, я рассказывала первому внуку, ему скоро будет 14 лет, я ему показала фотографии дедушки и рассказала о том, где он был, как он воевал, и вот что он такой вот у нас великий, заслуженный человек. Варечка, я сейчас тебе расскажу немножко про своего папу, про своего уже, про дедушку, митрофана Егоровича Шипулина. Вот, сыночек, посмотри. Такой фотографии мы с тобой никогда не видели. Мне кажется, это вообще самая лучшая дедушкина фотография. Красавчик молодой. Доченька, за всю войну дедушка был трижды контужен, получал тяжелые ранения. Он несколько раз горел в танке и получил множество вот этих наград и медалей. А это медаль что? А это медаль за оборону Москвы. После рекламы в нашей студии фигурист Илья Авербух и актриса Эльвира Болгова. Внуки героев, которые защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Это программа «Мой район». И сегодня, в преддверии 9 мая, мы говорим о проекте «Мой дед сражался за Москву», который объединил несколько поколений потомков героев Великой Отечественной войны. Эльвира, Илья, добрый день. Илья, я так понимаю, что на портрете это ваша бабушка и ваш дедушка, которые тысячи жизней спасли во время войны. Ну, это, конечно, в первую очередь дедушка. Видите, что они оба родились в 22-м году. Я, кстати, сам обратил внимание только что на этот факт, что это уже 101 год назад. Конечно, вот это пространство уже даже самому сложно в голове уложить. И мы понимаем, что им обоим было тогда на начало войны 19 лет. То есть достаточно такие только-только начинающие. Сейчас возьмите, да, ребят 19-летних. Интересно, у них было знакомство. Дед ушел на фронт сразу в 41-м. Ушел, его забрали из медучилища. Я уточню, он военным врачом? Да, он был военврач. О том, как они познакомились, мне даже сказала моя мама, на самом деле. Я сначала вообще в это не поверил. Не поверил, потому что очень кинематографичная история. Дед отправился в увольнение. Его разрешили. Как это все было устроено. Его отпустили. Он приехал в Москву. Ну, вообще, они оба оказались на одной станции метро. И дедушка спускался вниз, бабушка поднималась. Я просто немножко перебью. А вы знаете, какая именно станция метро? Маяковская. На Маяковской? Я знаю, на Маяковской. Ну, как я понимаю, что вот эти три дня и вот это ощущение, что завтра может не быть, оно, конечно, такую чрезмерную, может, даже браваду или ощущение, что все вот сейчас. Надо делать здесь и сейчас. Поэтому дедушка крикнул «Девушка, девушка, девушка, девушка!» В общем, я так уже могу додумывать, как девушка. Но так или иначе, он спустился и быстро поднялся, а она его дождалась. И дальше они уже пошли вместе. Ну, видимо, сразу как-то у них все закрутилось. Это удивительно, да? Что через три дня, перед тем, как деду выходить на фронт, они пошли и расписались. То есть, возможно, они думали, что, может, уже этого не произойдет, но ему было очень важно, чтобы его ждали, чтобы была та, которая его ждет. А бабушка, ну, наверное, я думаю, ну, бабушка, это сейчас, бабушка, это юная девушка, которая, конечно, во-первых, с ней какую красавицу, не могла не влюбиться. Возможно, это был такой шальной поступок, но на самом деле дед вернулся, приехал и дальше продолжил военную службу. Они отправились на север, в Нижнеудинск, и там родилась моя мама на севере, под Красноярском. До 1953 года он служил, потом демобилизовался, и дальше переселились в Москву, жили в Перовском районе, еще тогда, когда город Перово был отдельно, он еще не был Москвой, а потом они стали москвичами, потому что Перово стала частью Москвы, и работал в 70-й больнице, главврачом, хирургом, делал очень большое количество операций, с большим уважением. И даже сейчас, лет 5 назад, я оказался в больнице, его помнят, висит портрет. Деда это очень-очень важно, очень большая честь. Бабушка тоже врач, не хирург, она драматолог, работала тоже в диспансере, и, в общем, прожили они вместе всю жизнь. дедушка ушел в 97-м, а бабушка ушла в 13-м. Да, в 13-м. То есть еще больше, почти 16 лет еще. Уже в преклонном возрасте, за 80 было. Ну, вот, наверное, такая история. Потрясающая история, такая молниеносная. Ну, молниеносная, яркая, она, наверное, больше так про атмосферу всего этого времени. Как это было? Эльвира, у вас ведь тоже, насколько я знаю, несколько поколений мужчин из вашей семьи ушли на защиту Родины. Ну, если про поколения, то да, там получилось так, что по линии отца воевали и мой дед, и мой дядя родной. Я просто поздний ребенок, и получается, что вот из всех детей дядя был старше, он вернулся, единственный, кто вернулся. Два деда остались там на фронте, были убиты. Про своего деда по материнской линии я знаю то, что он был потомственный военный. Да, это он на экране. А то есть он профессиональный военный был? То есть он не был призван, а он служил? Войну встретил в чине майора, он был пограничник вообще-то еще до войны, и они и с бабушкой, и с детьми, с мамой моей, жили на границе, даленевосточной, и когда началась война, их перебросили в Забайкалье, там, где формировался резерв, и он вел полк свой на передовую. Илья, вот вы когда упомянули 19 лет, ну вот, что им было, я же, насколько понимаю, Мартину, как раз... 19 ведь, да? Да, 19 лет. А вы ему что-нибудь рассказываете, или не интересуется вот это поколение совершенно героями? Нет, вы знаете, мы, когда нас воспитывали, в общем, в таком достаточно патриотичном ключе, в какой-то момент уже, наверное, перенасыщение, было такое перенасыщение вот этой истории, и все это уже как бы немножко становилось дежурным. И поэтому мне казалось, что автоматически, в общем, это и на наших детей тоже перешло. Я себя, на самом деле, ругаю, что, ну, как-то мы, наоборот, думали, вот не будем перегружать, это должны и так все понять. Ну, как это можно не понять? Ну, как это можно не понять? А оказалось, что, ну, где-то, когда ему было 12-13 лет, что, в общем, это абсолютные провалы в понимании. То есть, ну, как бы, общее понимание есть, но глубины вообще событий нет. И поэтому, когда ему 15 лет, я просто взял, можно сказать, в приказном порядке. Мы на 9 мая отправились к могиле неизвестного солдата. А после этого на следующий год мы отправились в город Ржев. Поехали, потому что очень сумасшедший красивый памятник. В Ржеве у нас был прям перелом, потому что, во-первых, когда ты едешь, долгая дорога, мы во время дороги говорим, мы на эту тему говорим, какие-то вопросы возникают, вынимаем детей своих из этих гаджетов, которые в начале. Потом они все равно попадают. Потом, я смотрю, он застыл над этим огромным списком фамилий. Фамилии, фамилии, фамилии. Когда ты понимаешь, это очень потрясающий мемориал. Вот это такой был перелом, после которого мы не единожды уже ездили в Ржев. И планируем, вот в этом году у меня будет мероприятие 9 мая в Нижнем Новгороде. Мы все поедем в Нижний Новгород. Тут уже будет совмещение, потому что это, конечно, посвященное 9 мая. И я вижу, что совершенно другое отношение, совершенно другое. Нет отторжения, нет ощущения, да ладно, но все понятно. Все понятно. Вот это слово «все понятно» ничего не понятно. Это надо проговаривать и проговаривать. Вот вы сказали, что к могиле неизвестного солдата брали Мартина. А на бессмертный полк вы ходили когда-нибудь? Да, я ходил на самый первый бессмертный полк. Не первый. Первый меня поразил масштабом. Это было, наверное, все равно, может быть, как сравнить с первой любви. Он был... Невозможно было представить. Действительно, я думаю, у всех были слезы на глазах. И было абсолютное единение. Что мне еще особенно нравилось, наверное, в первом, когда был бессмертный полк, у каждого была какая-то своя фотография. Она была разных размеров. Она была настолько... Вот было понятно, что это был какой-то порыв о мой. И тоже... Прямо это чувствовалось. Поэтому на следующий год мы присоединились к этой акции. Эльвира, а вы были когда-нибудь на бессмертный полк? Я была с дочкой моей пару раз. У вас же, по-моему, не одна. У меня две, да. Первый раз мы ходили с двумя. Ну, просто та уже старшая, и у нее есть как раз понимание этого процесса. А младшая все очень любознательно. к этому отнеслась. И она, мне кажется, включается. То есть она понимает, что это такое. Что это память о войне. И я тоже считаю, что это нужно вкладывать нашим детям. А вы что-нибудь слышали? И к вам тоже этот же вопрос, Илья, про проект. Мой дед сражался за Москву. Я слышал и знаю, что это проект уже такой очень важный, который, опять же, про объединение. Он только-только спортовал 15 марта, да. Я слышал, что будет красивая должна быть картина. И я думаю, что многие захотят увидеть в этой картине своего деда. Там, кстати, насколько я понимаю, суть этого проекта. Надо отослать свою историю и фотографию. То есть вы рассказали сейчас вот рассказ, мы услышали о знакомстве дедушки-бабушки. Это просто готовая совершенно история. Или вы тоже подумайте? Может быть, какая-то история в вашей системе координат вполне достойна того, что вы... Вы знаете, у нас много писем деда остались. Вот. Те треугольники фронтовые у нас весь архив хранится у тетушки. И, конечно, там есть о чем рассказать, потому что все эти письма к бабушке, они наполнены любовью и рассказами, и надеждой на встречу. И, конечно, когда я все это расскажу Раде, я знаю, что... А ей 9 лет сейчас. Я знаю, что она откликнется, потому что, когда родителям интересно, и они это преподносят детям не как впихивание какое-то, а как праздник, то, конечно, дети очень охотно откликаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова